Под водой капитан, там, человек, паук, мутант, подъезжают к подводному городу, он кормит своего маленького питомца под водой, он его ест, и как бы ему звонит сын, он ему говорит, он типа, нет, нет, на поверхности, я не хочу с тобой общаться, не мешай, я занят. Ну и подъезжают к подводной станции, там их встречают, говорят, мы приехали, в багажник берет специальный робот живой, это была оружейная конференция, там все получат специальное оружие после проверки ваших навыков. С кирком сидел человек, ну, капитаном корабля, человек-пес, ну, у них раса псов была, и они были злые волки, типа, нет, мы хотим получить оружие первыми, он говорит, спустимся вниз, посмотрим, что там. Там нужно было убить каких-то страшных зомби, людей, которые пытаются выбраться, и их не пускают, поэтому их смотрят на поверхности. Там, это, это надо попробовать первым, там, капитан дает космическое корабле своему маленькому покемону ударить по зомби, который выходит из непонятного какого-то пространства, портал, вот. Потом он его убивает, спрашивает, я молодец, кирк, получает награду. Потом капитан пытается спуститься в корабль. А, они что-то чинят, вам нужно починить с нами машину, чтобы мы могли это сделать, и с вами попасть на нижний уровень, говорит капитан, людям собак, у них такие ноги, псов. Вот, собаки ничего чинить не умели, поэтому началась драка, они говорят, мы не умеем чинить, можем убить одного из нас. Типа, они начали драку, просили, чтобы ее нужно убить, чтобы понять, что он действительно может. Началась драка, паук. Говорит, бьет собаку. Короче, мы отрубили одну... Ему отрубили одну лапу, им пришлось плюнуть какой-то черной жидкостью на человека-пса. Тот нихуя не видит. Я ничего не вижу. Он присобачил паутины и подвесил тот, типа, человек-собаку, и седохнулся. Дальше... Наворачивался, прилетел робот, починил его, такой специальный блок, у него было, чтобы двое его лапки были. Не доставить себе, но, как прости... Там... Дальше они спустились. Так, короче, прилетит робот, он тебя вылечит. Дальше, как события, обстоятельства, подтвердит. Появляется зор. Я не разрешал вам идти, волки. Типа, вы не прошли левел, там, у вас будут специальные духи. Кир говорит, ну, может, они хотя бы посмотрят, там, как бы, это нормально, как бы, мысли с кучей сбиваются, они посмотрят. Не убивайте нас, говорят волки. Смотри, там их предводитель, у него был плащ огромный. Там, капитан, когда ли убьешь их, там аккумулятор заберешь, рюкзак положишь. Не можешь снять тебя, ты... Тебе цизвоним. Я готов, говорит. Стреляет, как с этом Хусейн далеко, как метро прелезает. Приходит, носит экзор, говорит, 47, забирайте меня, тут очень страшно, тут огромное чудовище. Собаки смотрят. Молодец, люди обезьяны... А, в итоге его люди обезьяны забрали. Удав по трехе твой к манце ест. Типа, наконец-то, мы прилетели, все круто. Он бьет по земле и говорит, что они наделали? А, они... И тут он теперь понял, что они перевод, типа, где моя команда, что они делают? А обезьян говорит, они едят. Он говорит, блядь, что они наделали? Откуда у них эта технология? Они с помощью музыки там делали какие-то звуковые барьеры, которые там люди еще не изучали, поэтому как бы Киркс оказался, что это круто. И, короче, он подружился с лидером обезьян, который, постоянно, делал какую-то музыку и договорился с этим встретиться в спортзале.